Всем привет и так что же новенького на доме 2 и за периметром. Райсон и Шабарин, которые на днях покинули дом 2, съездили в миграционный центр Москвы, чтобы сделать Розе разрешение на временное проживание. Розалия сможет целых три года находиться в нашей стране. Андрей остался недоволен поездкой. Оказалось, что ФМС Москвы находится в дебрях в 65 километрах от МКАД в деревне Сахарова. С учетом того, что ребята живут на севере Москвы, а ехать пришлось в южном направлении, их путь составил более 100 километров. И самое ужасное для Андрея то, что на территории у ФМС не котируются московские паспорта. Я просто в шоке, говорит мужчина. Это единственное место в стране, куда не пропускают с российским паспортом, с московской пропиской. Вообще жесть. В общем, поездка ребят завершилась неудачей. Их долго пинали из кабинета в кабинет, и в итоге пакет документов оказался неполным. Злые и уставшие ребята едут назад, будут собирать оставшиеся справки, квитанции и прочие бумажки. Таня Строкова оценивает результаты блефаропластики. Я очень довольна, хоть и боялась. Она говорит, что еще обязательно прибегнет к помощи этого волшебного хирурга. Подписчиков Кристины Ослиной беспокоит состояние здоровья девушки и ее будущего малыша. Не взирая на свое интересное положение, жена Андрея Черкасова путешествует по всему миру. То ездила на несколько недель к мужу на остров любви, потом ребята посетили Прагу. Такие нагрузки могут не самым положительным образом сказаться на беременности. А помните, каким необычным способом Кристина сообщила Андрею пол будущего малыша? Так вот, фанаты Ольги Рапунцель обрушили на Кристину шквал критики. Как оказалось, идея с конфетти изначально принадлежала Ольге Рапунцель. Ослина, видите ли, наглым образом украла чужую идею. Также народ беспокоится и за здоровье Василиса Дмитренко. Не кроватка, а пыльный сарай. Когда-то писали про кровать малышки в сети. С тех пор ничего не поменялось. Вся кроватка завалена бортиками, подушками, разными тряпками. Рапунцель, видимо, старается обеспечивать ребенку уют. Также много пишут о косолапости Василисы. Ольга ответила доброжелателям. У нас ровные, красивые ножки. Моя дочка никогда не косолапила. Но массаж мы делали по возрасту для развития малышки. Сама Ольга очень сильно поправилась. Некоторые даже пишут в сети, что у нее подушка, наверное, не только спереди, но и сзади. Очень плохо, пишут, выглядит Дима Дмитренко. Что с ним? Это лицо глубоко больного человека. Дима Дмитренко. Напоминает Михаила Вейлера, который чеканулся и вечно орет на всех шоу, перекошенным ртом. У него от семейной жизни Крышак съезжает не по-детски. Остается его только пожалеть. Татьяна Владимировна рассказала о своей семейной жизни. Она приглашала к себе своего мужчину на проект, но ему и дома хорошо. Александр сейчас на пенсии, раньше он управлял магазином, а сейчас у него дача, рыбалка и активный отдых. Также он помогает в отделке дома для родителей Татьяны. Старший Рапунцель говорит, что уходить с проекта пока не собирается. Я здесь надолго. В нашей семье будет еще один малыш. Надо быть рядом с дочками. Я хочу, чтобы Александр приехал, но понимаю, как это непросто. Татьяне в недавних эфирах досталось от семьи старшей дочки. Дима назвал тещу предательницей, фашисткой, а все из-за того, что она идет против него. И Рапунцель маму не защитила, а лишь посоветовала мужу поберечь нервы. Ну а теперь плавно перейдем к младшей Рапунцель. Алена говорит, что с Владом Ивановым у нее ничего нет. Мы просто общаемся. Я умею дружить с мальчиками. А вообще у меня на примете есть другой мужчина. И мы уже знаем, конечно же, кто этот другой мужчина. Это Денис Макроусов. Ему 33 года. Он массажист. Алене хватило четырех встреч с мастером, чтобы понять, что он тот самый, кого она так ждала. Вчера он в эфире приезжал на чай к Алене и ее семье. Денис мастер спорта по тяжелой атлетике. У него нет детей, он не был женат. Ему нужны серьезные отношения. Поэтому его и одобрила Татьяна Владимировна. Алена и Денис первое время на поляне будут жить отдельно. Они проводят много времени вместе, выезжают за периметр. Вот недавно были в кино. Мама Кати Скалон требует, чтобы дочка ушла с проекта. Катя рассказывает, маме с самого первого дня не нравилась идея моего нахождения на проекте. Она переживает за мою репутацию. Я каждый день выслушиваю кучу угроз, просьб и слез. Черно и Аганесян помирились. Саша рассказывает. Заявление пока не забираем, пишет Саша. Мы очень соскучились друг по другу. Скоро весна, а Черно покупает себе шубу. В идеале ей, конечно, бы хотелось шубку за рекламу. Это преобразившаяся Ольга Бузова. Ей сделали волосики, подкорректировали цвет и убрали длину. Мне нравится, пишет Оля. Очень натурально, свежо и стильно. В сети сравнили пару Купиных с двумя другими семейными парами. Трегубенко и Литвиновы. Они все похожи друг на друга. Литвиновы и Трегубенко также тихо сидели, подлизывали ведущим и организаторам изо всех сил. Парни, спортивные такие хлопчики с окраины, пишет Спартак. За кормежку на все согласные. Свадьбы им оплатил проект. И в итоге, через полгода после ухода с проекта, эти чудо-пары развелись. Купины идут по тому же пути. Рано или поздно будет выгон с проекта и почти сразу развод абсолютно чужих друг другу людей. Ольга Орлова уехала в путешествие по Нью-Йорку. Не ищите меня, пишет. Хочу побыть одна. Но чтоб про нее совсем не забыли, Ольга публикует каждые 6 часов новое фото в Инстаграм. Ксения Шиповал внезапно обнаружила, что у нее появились недоброжелатели. Всем, кто меня ненавидит, я такая, какая я есть. Я живу и я счастлива. Кстати, Ксения многих разочаровала после недавних эфиров. Девушка почувствовала себя безнаказанной и накинулась на Дмитрия Тузова. Так что, похоже, Шиповал примеряет корону. Но над ней лишь все смеются. Вот пишут, как взлетела, так скоренько и отпустят. Оказалось глупа, вести себя не может. Гонор прет из всех щелей. Владик ее быстро пережует и выплюнет. Да, изначально она показалась другой, сейчас показывает, кто она есть на самом деле. Хабалка очередная, к тому же глупая. Удивил Владик своим выбором. Настя Стецевьяц сделала себе модную процедуру на подбородке. Советует ее всем. Это лицо было более утонченным. Давно была пора, а то вся какая-то опухшая и жирный подбородок, пишут ей. Саша Гозиас пишет о том, что ее постоянно сравнивают с Натальей и Арейро. Как думаете, есть ли сходства между ними? Вот так Саша, кстати, выглядит без фильтров и фотошопа. Гозиас живет сейчас в родном городе Калининграде. У нее был свой магазин модной одежды, который пришлось закрыть. У нее есть состоятельный друг, который возит девушку в частые путешествия по миру. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать.